Здравствуйте, это Артефакты, программа о вещах и идеях. Я Алекс Григорьев. Франклин Далану Рузвельт занимает уникальное место в истории Соединенных Штатов. Он был президентом четыре срока. Этот рекорд никогда не будет побед, поскольку после смерти Рузвельта в Конституции появилась поправка, ограничивающая президентство двумя сроками. С именем Рузвельта связан выход Соединенных Штатов из Великой Депрессии, создание ядерного оружия и победа во Второй мировой войне, в результате чего страна превратилась в сверхдержаву. Франклин Рузвельт не дожил до победы над Германией и Японией. В 1945 году он чувствовал себя очень плохо. 12 апреля президент скоропостижно скончался в своем доме в курортном городке Уорм Спрингс, штат Джорджия. Смерть Франклина Рузвельта стала шоком для американцев. Именно в те дни инженер Джон Фитцгиббон, уроженец Ирландии, житель штата Массачусетс, переехавший в Вашингтон, начал собирать вырезки из газет, создав свой альбом памяти Рузвельта. Мне удалось установить его имя благодаря двум вырезкам, не имеющим отношения к покойному президенту. На первой сообщается, что военный завод получил почетный вымпел армии и флота за высокое качество продукции, на другой, что нескольким военным объявили благодарность. Вот это Джон Фитцгиббон. Вот еще один совершенно американский альбом. История рода Партеморов, изготовленная в 1900 году. Иоганн Фридрих Партмор, живший поблизости от Франкфурта на Мане, прибыл из Роттердама в Филадельфию в 1744 году. В Америке Партморы стали фермерами, строителями, бизнесменами, телеграфистами, банкирами, священниками, солдатами. В Пенсильвании не только в ней можно обнаружить многочисленных партморов. Книжка напечатана профессиональной машинисткой, тогда это была не дешевая услуга. В нее вклеены и вложены вырезки из газет, фотографии, письма, картинки, ноты религиозных гимнов, сочиненных партморами. Интереснейший срез жизни тогдашней однонепетажной Америки. Две короткие новости из газеты «Маленького городка» 1912 года, всклеены воедино. Первая сообщает, что Эдвард Партмор, кондуктор железной дороги, играл со своим котом, который его поцарапал. После этого правая рука кондуктора распухла, и он обратился к врачу. Вторая вырезка. 58-летний Эдвард Партмор скончался через 11 дней после получения кошачьей царапины, ставшей причиной отравления крови. Тогда это было в порядке в ищепине, и селин был изобретен через полтора десятилетия. А вот этот альбом вырезок из газеты журналов конца 1989-го, начала 90-го года. Здесь собраны вырезки самого разнообразного содержания. Часть из них посвящена последним месяцам жизни Советской империи. Тут есть материалы о Горбачеве, Сахарове, Собчаке. В Азербайджане Мухаммед приходит на смену Марксу. А рядом статья о первых домашних видеокамерах и приставках с компьютерными играми, экспериментах в области генной инженерии и по сей день непрекращающихся спорах о праве женщин на аборт. Без памяти нет человека, нет семьи, нет дружбы. Совместная память человечества обеспечивает технологический и научный прогресс, создает народы и удерживает государство от распада. Альбомы с вырезками, наклейками, записями, картинками, автографами и рукописными стихами стали одним из способов сохранения бесценных воспоминаний, которые по большому счету составляют наивысшую ценность нашей жизни. Такие альбомы были придуманы в средневековой Европе и приобрели колоссальную популярность, которая не уменьшилась в эпоху компьютеров, социальных сетей и искусственного интеллекта. Александр Пушкин записывал свои стихи в альбомы светских барышень. В советской армии процветала традиция изготовления дембельских альбомов. Современный русский язык заимствовал английское слово «скраббукинг», описывающий процесс создания подобных альбомов. Джон Стейнбек в романе «Зима тревоги нашей» пишет, что у мира есть свой чердак, куда убрано множество старинных и прелестных вещей, которые мы не хотим иметь перед глазами, но не решаемся выбросить. Это были артефакты. До встречи.